Бессонница Пятна смотрю на луне Не спится, не спится, не спится бы мне Расстройства сна могут быть симптомами алкоголизма, депрессии, тревожных расстройств и множества других заболеваний В этом случае оправдана терапия основного заболевания Если бессонница длится не больше трёх месяцев, то это кратковременная острая бессонница Если больше, это хроническая бессонница В эфире рубрика «Фармбезопасность» и я, доктор Утин А сегодня мы поговорим о снотворных Сразу скажу, заниматься самолечением и самодиагностикой не выход Следует обратиться за помощью к профильному специалисту За две недели перед визитом к врачу поведите дневник сна В которой занесите время сна и пробуждение, количество просыпаний за ночь, количество выпитых стимулирующих напитков Эта информация поможет врачу назначить адекватную терапию К лекарственной терапии следует обращаться только в случае, если все немедикаментозные способы терапии были исчерпаны и продемонстрировали свою неэффективность Лекарственная терапия бессонницы может быть условно разделена на три группы Биологически активные добавки, безрецептурные препараты для лечения расстройств сна, препараты, отпускаемые по рецепту Одним из самых часто принимаемых БАДов и лекарств, продаваемых без рецепта, является мелатонин Этот нейромедиатор регулирует циклы сна и бодрствования и сообщает организму, что ему пора спать Препараты и добавки мелатонина могут быть эффективны для людей с нарушениями циркадного ритма сна У людей, совершающих частые перелёки, для работающих посменно Однако, скорее всего, эти добавки будут неэффективны при серьёзных расстройствах сна В метаанализе от 2017 года добавки мелатонина показали эффективность уменьшения времени засыпания БАДы для улучшения сна, такие как препараты из корни валерианы Не продемонстрировали убедительные доказательства эффективности по сравнению с плацебо Однако, если вам кажется, что у вас на фоне их приёма улучшился сон, то мы не против Плохая идея использовать для засыпания капли корвалова О возникновении зависимости и серьёзных побочных эффектах мы говорили в одном из выпусков нашей программы Если всё это не принесло ожидаемого эффекта, врач может назначить вам более серьёзные рецептурные препараты для лечения расстройств сна Бензодиазипиновые препараты, например, феназипам Они увеличивают выработку в головном мозге гамма-аминомасляной кислоты Это вещество вызывает сонливость И хотя эти лекарственные препараты достаточно эффективны, их приём сопровождается рядом побочных эффектов Например, дневной сонливостью В связи с этим была создана новая группа препаратов – Z-препараты Название большинства из них начинается на букву Z Они также увеличивают синтез гамма-аминомасляной кислоты, но особым образом с меньшим числом побочных эффектов Вот несколько советов по их безопасному использованию По безопасному использованию рецептурных снотворных Пройдите тщательное медицинское обследование, чтобы найти причину бессонницы Изучите все возможные побочные эффекты препарата и проанализируйте лекарственные взаимодействия Никогда не принимайте снотворное, пока не вне в постель, чтобы не увеличить рископадений Никогда не смешивайте алкоголь и снотворное Алкоголь усиливает седативный эффект таблеток и в некоторых случаях может привести к опасным нарушениям дыхания Чаще всего снотворные назначаются на несколько недель приема Если начальная доза препарата не оказывает ожидаемого эффекта, посоветуйтесь с врачом об увеличении дозы Помните, что кратковременная бессонница после отмены препарата – это нормальное явление Это была рубрика «Фармбезопасность» Я, доктор Утин, лучик сладких снов, пил, пил